Ссылка на лесть. Прибегающий к этой уловке нахваливает своего оппонента, используя лесть в качестве наживки, которую ты должен заглотить, чтобы пасться на крючок сдобренного ее утверждения. Нам говорят, человек вашего ума не может не усмотреть проблем с обсуждаемым тезисом, или вы достаточно проницательны, чтобы прийти к следующему выводу, или с вашей квалификацией не стоит даже обращать внимание на подобные глупости. И мы, видя, что нас ценят по достоинству, утрачиваем объективность. Ведь не согласившись с оппонентом, мы как бы признаем, что недостаточно умны или проницательны или квалифицированы. Этой уловкой активно пользуются торговцы, стоимость товара которых явно превышает его истинную ценность. Только подлинно изысканная ценительница могла обратить внимание на эту модель. Стиль лакшери подчеркнет вашу принадлежность к высшей элите. Манипулятивный эффект этой уловки усиливается, когда она подается в форме отрицания альтернативы посредством составного вопроса. Ведь вы же не настолько наивны, не настолько глупы, не настолько безграмотны, не настолько суеверны и тому подобное, чтобы признать данный аргумент обоснованным. Вариантов множество. Чтобы верить в Бога, чтобы полагаться на Библию, чтобы отвергать теорию революции или большого взрыва, хотя тем самым признается, что пресловутые теории не подлежат сомнению и, следовательно, носят не научный, а сугубо догматический характер. Лезть в дискуссии подобно троянскому коню. Никогда не следует принимать ее за чистую монету, равно как и не стоит льстить своему оппоненту. Но и унижать оппонента тоже не нужно. Писание призывает нас отвечать кротко и поучительно. 1 Петра 3.16. Мы должны уметь ценить сильные стороны своего собеседника и признавать его достоинством. К примеру, Риттер Тертул, нанятый первосвященником Ананией и израильскими старейшинами, так начинает свою обвинительную речь перед правителем против апостола Павла. «Сиятельный Феликс, тебе и твоему мудрому правлению мы обязаны прочным миром. Мы благодарны тебе за ряд важных преобразований для нашего народа, которые мы всюду и всегда с готовностью принимаем. Я не хочу отнимать у тебя много времени и поэтому прошу выслушать наш краткий рассказ с присущей тебе кротостью деяния, 23 глава, 3-4 стих». И это при общей известности того, насколько непопулярны были проводимые Феликсовой формы. Они неизменно сопровождались народными волнениями, ухудшали и без того небезоблачные отношения между евреями и римлянами. Со своей стороны апостол Павел, получив возможность защищаться против обвинения от иудеев перед царем Агриппой, говорит «ты хорошо разбираешься во всех иудейских обычаях и спорных вопросах, так выслушай же меня великодушно». Деянин 26 глава, 3 стих. В словах Павла нет лести. Он не называет Агриппу кротким или честным, или умным, или справедливым, но он реально признает, что его понят действительно эксперт в иудейских законах и традициях. Именно это позволяло и Думейскому дому Ирода в более ста лет удерживать столь хрупкий баланс между интересами управляемого ими еврейского народа и управляющего ими Рима.